Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск программы Sport News. Что интересного случилось на минувшей неделе в мире спорта Кременчуга? Сейчас мы вам и расскажем. Итак, мы начинаем. Героя минувшей недели смело можно считать игрока команды Комуна Руслана Лихмана, который в матче чемпионата Кременчуга по футболу, заменив своего вратаря, отбил сразу два пенальти и этому мы посвятили отдельный сюжет. Уникальный для футбола эпизод случился в чемпионате Кременчуга в девятом туре. Игрок команды Комунар Руслан Лихман стал настоящим героем этого матча и своей команды при счете 2-2 произошло удаление вратаря, замен уже не было и Руслану пришлось занять место в рамке ворот своей команды, после чего он отразил сразу два пенальти на протяжении оставшейся игрового времени и команда его в концовке сумела вырвать победу со счетом 4-2. Как это было смотрим далее. В высшей лиге в этом туре лидеры очков не потеряли, поэтому первая тройка здесь остается неизменной, а вот в первой лиге первую осечку допустил лидер команда JTI, которая потеряла первые два очка, однако оставляет за собой комфортный отрыв 4 пункта от ближайшего преследователя. В чемпионате Кременчуга по пляжному футболу на минувших выходных команды завершили первый круг. Так уже бывший лидер команда Sweet Dreams проиграла на этих выходных сразу две встречи, сначала JTI, затем InterAuto и скатилась в турнирной таблице сразу на четвертое место. В целом же мы видим первая тройка выглядит следующим образом. Ну и стоит отметить отдельно, что свою первую победу в чемпионате одержала команда DINAMO в сухую разгромив со счетом 6-0 стрит. Кременчужанин Вячеслав Сенченко попрощался с боксом. 17 июля 38-летний боксер провел в Киеве поединок, который стал для него последним в его карьере. В пятом раунде на второй минуте 11 секунде Вячеслав в своем фирменном стиле ударом в печень победил эстонского боксера Сергея Мелеса. Бывает, что сам Рикки Хэтмен перед этим поединком подготовил, так скажем, свою печень. Все знают его любовь к пиву. И очередной удар в облако селезенки. И очередной нокдаун. Выплевывает капу Сергея. И похоже, это будет уже последнее падение. Не изъявляет желание подниматься. На просто форме. Он и сам тренирует, и тренируется. Поэтому подходить по этой поединке было ему несложно. Чем планирует заниматься дальше по завершении своей боксерской карьеры Вячеслав Сенченко, об этом мы поговорим с ним уже в августе. Вячеслав станет гостем нашей студии в программе «Свои люди». Идем дальше. Алиса Божикова стала четырехкратной чемпионкой Украины по тайскому боксу. Алиса победила в категории до 63,5 килограмм на турнире, который проходил недавно в Одессе. О том, как, сколько, а главное, зачем занимается этим далеко не женским видом спорта кременчужанка Алиса Божикова, вы узнаете из нашего сюжета, который появится на нашем сайте уже очень-очень скоро. 19 июля на Деевской горе прошел четвертый этап Кубка Украины по мини-DH. Сейчас вы видели на своих экранах, как победители и призеры праздновали здесь свой успех. Ну а как же участники проходили эту сложную трассу и кто победил в таких категориях, как элита, юниоры, любители и девушки, об этом вы узнаете из нашего сюжета, который без труда найдете на нашем сайте в разделе спортивных новостей. И в завершении этого выпуска, дорогие друзья, в очередной раз хочу напомнить, что уже совсем скоро в эту среду, 22 июля, состоится матч предварительного этапа Кубка Украины на стадионе Кремень 18.00, наша команда будет принимать Черкасский Днепр, поэтому не пропустите прямая трансляция этого поединка на нашем сайте. Ну что ж, на этом у меня все, любите спорт, занимайтесь спортом, конечно же ведите здоровый образ жизни и смотрите Кремень ТВ. На этом у меня все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok